Добрый день, в эфире программа «Русский онлайн». Это совместный проект нашей радиостанции Вятского государственного университета. Здесь в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Это мы продолжаем разговаривать о нашем великом и могучем языке. Четвертая программа у нас. Четвертая программа, да. Напоминаем, что Вятский госуниверситет выиграл грант Собственно, на реализацию этого проекта очень важного и нужного, на наш взгляд. Масштабного. Глобального, прям надо сказать. Тут в центре стоят у нас люди, которые изучают русский язык как иностранный. Верно. В том числе, да. Ну и, конечно же... И те, которые преподают. Да. Тут большая еще преподавательская работа. Собственно, обо всем мы будем говорить в очередной программе с нашей гостью. Это Людмила Калинина, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения Вятского государственного университета. Добрый день. Приветствую вас. Доброе утро. Да. Вот, Людмила Викторовна, у нас здесь было много разных гостей. У нас были студенты. Студенты из разных стран. Вот я не была в этой программе, Володя. Итай, Сербия и... Так, и Конго. Да, да. Да. У нас тут были преподаватели. У нас тут были представители различных высших школ со всей страны, которые съезжались к вам на мероприятие с нерусским названием. Эдью Тон. Эдью Тон. Совершенно верно. И благодаря вашему проекту сейчас постоянно в нашем опорном ВУЗе, в Кировском опорном ВУЗе, проходят мероприятия и очень серьёзные профессиональные научные конференции и события, которые связаны все одной идеей. Это как преподавать русский язык, как русский язык использовать как инструмент мягкой силы. Мы всегда об этом говорим. Это очень важно на самом деле, потому что эту мягкую силу можно использовать не только за рамками нашего государства, но и внутри. Потому что знание языка, главного государственного языка, это очень важно. Это помогает людям понимать друг друга. И вот 30 ноября закончились курсы повышения квалификации современной технологии обучения русскому языку как иностранному. Как раз этот самый Эдью Тон, о котором мы говорили. В рамках Эдью Тон прошли вот эти курсы. ВИАДГУ реализует, напоминаем, этот проект с помощью гранта Миноборнауки Российской Федерации с 1 сентября. Большой путь пройден. Какими вы увидели учителей, которые приехали на курсы повышения квалификации? Много ли их было? И как выстраивался курс? Давайте, какие учителя приехали? Кто это? Это люди, которых прислали для галочки. Это люди, которые выразили собственное желание. Это люди, которые хотят изменить направление собственной деятельности. Потому что в прошлой программе, Володя, мы говорили с коллегами из МГУ, из Калининградского университета, из Волгоградского университета. Они говорят, что, конечно, учителя, которые приобретают такие знания, такие навыки, если у них горящее сердце и зажжённые глаза, у них меняется даже жизнь. Вот взгляды, жизнь, общение, всё. Кто приехал на эти курсы? Ну, конечно же, в курсах участвовали люди, заинтересованные в своей работе, в её успехе. Были и приглашённые лекторы, профессионалы высокого класса, как из российских, так и из зарубежных вузов. Были преподаватели русского языка, как иностранного, нашей страны и нашего города. Ну, благодаря этим курсам, а может быть, мы сначала объясним, что такое дьютон. Да, давайте напомним. Да, это такой достаточно новый формат работы. Под этим, понимается, продвинутый семинар. И само слово состоит из английского education, образование, да, и марафон. То есть вот такой большой образовательный марафон, продвинутый семинар. Как вы правильно сказали, у нас он проходил с 1 сентября по 30 ноября. А, то есть всё-таки дьютон – это вся вот эта история, да, с 1 сентября? Или только события? Ну, и курсы, и события как-то вот. То есть, наверное, с сентября по ноябрь были курсы, а само мероприятие в конце ноября – это, наверное, собственно, и дьютон. Ну, и благодаря этим курсам, конечно, преподаватели получили возможность узнать об инновационном опыте работы авторитетных специалистов в области преподавания русского языка, как иностранного. И поделились собственными методическими решениями. Часть курсов, как вы, наверное, уже знаете, проходила у нас в формате лекций-вебинаров. То есть можно было посмотреть из дома в удобное для себя время, можно было поучаствовать в каком-то мероприятии онлайн. Вот, и сейчас все вот эти вебинары, которые состоялись в рамках курсов, они доступны онлайн на одноименном сайте «Русский онлайн». «Русский онлайн»? То есть каком? Уже вебинары залиты, да? Да, уже есть. Красивый такой, красочный сайт. Да, там раздел «Матрешка», если вот кому-то интересно. Можно, например, посмотреть вебинар Александра Марковича Красавицкого, который назывался «Система интерактивного обучения русской грамматики. Продвинутый уровень». Или, например, вебинары Марины Анатольевны Бондаренко, один из которых был посвящен правилам поведения в русском ресторане, а второй рассказывал о том, как можно использовать социальные сети в преподавании русского языка как иностранного. Интересно, вебинар «А теперь еще устроен русский ресторан» этого, да? Да, и социальная сеть как инструмент развития письменной речи начальному обучению. Это, безусловно, все очень актуально и относится к инновационным формам работы. Ну, хотя бы потому, что раньше социальные сети так вот не были востребованы в преподавательской именно работе. Мы сейчас находимся на сайте русскийонлайн.ком. Мы постоянно за ним следим. Некоторые разделы уже вот открыты, как раздел «Матрешка» с вебинарами. Некоторые еще заполняются только, но сайт уже запустился, и он работает. Да, начинает заполняться, да, хотя и не все разделы. Международный информационно-просветительский и образовательный сайт. Вот так это все позиционируется. Да, мы рады и гордимся тем, что вот мы запустили такой проект, и он будет полезен и вузовским преподавателям, и школьным учителям, и самим студентам, и школьникам, и русским, и иностранцам. Потому что материалы на этом сайте будут самые разнообразные и образовательные, и методические, и занимательные. Поэтому всякий неравнодушный к изучению русского языка человек может туда зайти и найти для себя что-то полезное. То есть это такая долгоиграющая история? Да, конечно. Можно даже сказать, навсегда. Ну, я думаю, она будет успешно продолжаться и развиваться. Итак, вебинары прошли еще. Какие инструменты использовались во время Айдютона? Ну, вот, собственно, на Айдютон приехали специалисты из разных городов. В частности, были преподаватели из Москвы, Омска, Оренбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону. И к тому событию, что проходило с 23 по 25 ноября, онлайн присоединились заинтересованные люди из разных стран мира, в числе которых Англия, Канада, Германия, Китай, Индия, Ливан, Сербия, Австралия, Монголия, Таджикистан, ну и, конечно, города России. То есть можно было посмотреть трансляцию тех лекций, что были прочитаны с 23 по 25 ноября, поучаствовать в этих мероприятиях. Кроме лекций были мастер-классы, были такие вот моменты живого общения, обмена опытом преподавателей и студентов. То есть я полагаю, что этот опыт очень положительный, такой передовой, и надо его всячески продолжать и развивать. А если говорить о численности людей, принявших участие во всех этих мероприятиях, сколько их было? Ну, количество исчисляется сотнями, я точно не скажу, но, по крайней мере, вот онлайн, трансляцию смотрело около 300 специалистов, ну и плюс те, кто участвовали реально, да, в реальном месте и времени. То есть это большое количество людей. Плюс те, кто могут посмотреть эти вебинары, например, выложенные сейчас на сайте. Мне всегда было интересно, вот когда только начинался весь этот проект, и когда коллеги из ВИДГУ нам рассказывали о нём, и мы включались в эту работу, я думаю, как же они привлекут этих преподавателей, этих спецов со всего мира. Ну вот какой интерес у них, почему они вдруг в город Киров направят свои взгляды и дадут эти вебинары с какой-то стати, собственно. Это что такое? Почему? Деньги вы им платите? Или это желание поделиться? Или это всё вместе? Ну, то есть хорошая работа должна быть оплачена, ничего плохого там нет. Просто все, кто приходил сюда, настолько люди заряжены, что ощущение, что желание поделиться собственным опытом, распространить этот опыт, оно даже превышает, чем нежели какие-то меркантильные интересы. Да, конечно, такое желание присутствует, присутствует заинтересованность. И просто в этот раз именно наш город и наш ВУЗ выступили площадкой для вот такой встречи, для такого обмена мнениями. Я думаю, тут надо прежде всего поблагодарить организаторов этого мероприятия, его кураторов, руководителей, в частности, Елену Васильевну Воронову, специалиста кафедры журналистики и медиакоммуникаций ВИАДГУ, Юлию Викторовну Егошину, заведующего этой кафедрой, ну и наше руководство и университета, и факультета. Поэтому вот благодаря таланту, активности организаторов и гостеприимству ВУЗа все это вот так успешно состоялось, и мы смогли пригласить к себе ведущих специалистов. Ну вот с ведущими специалистами мы встречались в этой студии буквально до вас, да, предыдущая была программа, а с учителями школ и лицеев города Кирова пока еще не виделись, но они принимали, конечно, участие с самого начала. Нам говорили, что порядка 60 учителей будут задействованы и подают заявки на участие в этом марафоне образовательном. А как они работали и каким опытом смогли поделиться, и какие выражали, может быть, мнения и эмоции по поводу проекта? Ну, учителя, как и вузовские преподаватели, заинтересованы в том, чтобы узнать новые формы и методы работы в преподавании русского языка и как иностранного, и как родного, потому что сами методические подходы, они, в общем-то, могут быть распространены с одной сферы на другую, поэтому вот эти курсы, которые назывались «Современные технологии обучения русскому языку как иностранному», они были полезны и в том числе школьным учителям. Это наши кировские учителя. Да, наши кировские учителя. И, насколько я знаю, наши кировские учителя в целом работают хорошо и успешно в преподавании русского языка. Об этом говорят успехи у наших школьников на олимпиадах региональных, всероссийских, ну и, наверное, результаты экзаменов, которые демонстрируют вятские школьники. Ну, вот этот предмет преподавания русского языка как иностранного, он, собственно, зачем нашим учителям-то в наших школах и лицеях? Ну, хорошо, есть несколько школ и лицеев, которые участвуют в программах обмена, когда приезжают иностранные студенты, это ясно. Но такое большое количество, несколько десятков учителей, которые поучаствовали в этом обычной кировской школе, что они для себя приобретают? Ну, просто лишних знаний не бывает. Пусть это какая-то смешная область, но вы в любом случае можете получить что-то важное и полезное для себя из этой информации. Кроме того, может быть, это какая-то работа на будущее, потому что в наших школах обучаются не только природные носители русского языка, но и дети других национальностей, может быть, приехавшие из других стран, из стран бывшего СНГ или из-за границы. И пусть в классе таких детей немного, но с ними тоже можно использовать какие-то особые формы и методы работы, понимать специфику того, как они воспринимают русский язык, который не является для них родным. Поэтому я полагаю, что это было полезно в любом случае. Не надо замыкаться в рамках собственной профессии или какого-то учебника конкретного. Но все-таки мне хочется поподробнее расспросить вас. Современные технологии обучения русскому языку как иностранному. А их много вообще, этих технологий? Конечно, много. Для примера хотелось бы, чтобы вы пояснили, может быть, что-то такое простое в нескольких словах. Вас что поразило? Может быть, ваш опыт из этого дютона? Мы же все в школе учились. Мы знаем, какой учат русский язык. Учебник. Да, и я боюсь, что ваш опыт не самый, может быть, приятный. Мне страшно заглядывать сейчас тетрадки моей 11-летней дочери. Они там такие термины применяют, которые, мне кажется, студенты только в мое время знали. Я совершенно не понимаю уже все. Нет, ну это нормально. Если ребенку что-то объяснить, то почему бы и не назвать это термином. Ну а в преподавании русского языка как иностранного сочетается изучение каких-то основ языка, например, фонетики, грамматики и овладение коммуникативными навыками. Потому что на курсах, на идиутоне всячески подчеркивалось, что изучение любого языка не может сводиться только к знанию грамматики. Грамматика – это какой-то скелет, но вы не сможете действительно общаться на языке, только зная правила склонения, спряжения, построения каких-то сочетаний. Необходимо знать культуру страны изучаемого языка, необходимо знать какие-то разговорные выражения, которые бытуют в реальной коммуникации, а не только написаны в учебниках. Поэтому все эти аспекты необходимо учитывать в преподавании русского языка как иностранного. Вот потому и один из вебинаров, видите, назывался «А теперь речь и устроим русский ресторан» с подзаголовком «Мультизадачные ролевые игры на уроках русского языка как иностранного». То есть это игры, это погружение, моделирование какой-то ситуации, которая может возникнуть в реальном общении на данном языке. Ну, вообще можно из любого упражнения извлечь пользу при изучении русского как иностранного. Например, когда я работала с китайскими студентами, сейчас я непосредственно с ними так меньше уже работаю, но был такой опыт. Мы, например, брали какую-то песню. Например, китайские студенты очень любят Витаса. И мы брали какую-то... Да, он популярен. Много лет об этом уже говорили. Да, мы даже ходили с ними на концерт Витаса. Они были в восторге от того, что увидели своего кумира живьем. Но мы берем какую-то песню, мы работаем с ее текстом. То есть мы ее читаем, переводим. Там есть текст? Безусловно. Как во всякой песне есть текст. Я только помню высокую ноту. Обращаем внимание на то, какие там части речи в этой песне, в какой форме они стоят. Знает ли Витас, какую ответственность он взял для себя? Ну, вот хотя бы. То есть можно из любого материала извлечь и грамматическую пользу, и лексическую. Ну, и когда мы все это разбирали, и по частям, и вместе, мы потом это пели под караоке. То есть занятия вполне можно было посвятить с пользой изучению и исполнению песни Витаса. Тут можно просто механически заучить, а смысл понять? Ну, а мы отрабатывали все. Да, и даже обращали внимание на то, что в песне, например, фонетика меняется. Одно дело, когда мы просто говорим, а другое, когда мы что-то поем. Поэтому польза может быть извлечена из любого фрагмента текста, из любого эпизода. В общем, это один из современных методов изучения русского языка. Я просто подумала, что, конечно, это очень интересно. Нашим коллегам из Вятской гуманитарной гимназии надо задать этот вопрос. Там большой опыт общения с иностранцами. Просто они обучают ли русских гимназистов и студентов? Может быть, вы обучаете русских студентов тоже каким-то навыкам вот этих технологий? Потому что им же приходится общаться с иностранными студентами. И, в принципе, те, кто строят свою карьеру в направлении международных связей, им эти навыки тоже пригодятся. Ну, конкретно я этим не занимаюсь в рамках тех курсов, что я преподаю. Я больше специализируюсь на современном русском языке для русских студентов, для будущих учителей и филологов. А я про них и говорю. Про русских и говорю. То есть для них это тоже полезно, правда же, знать технологии, передачи знаний иностранцам. Ну, есть специальные дисциплины, методика преподавания русского языка в школе. У них есть педагогические практики. То есть они, конечно, тоже знакомятся со всякими приемами и методами. Но вот я на своих занятиях, если к слову приходится, я вот говорю, что, например, с китайскими студентами мы в свое время изучали этот момент вот так. Или у них были трудности вот с этим. Вот на это я просто обращаю внимание в ходе обычных занятий. А что самое-то сложное, кстати, в изучении русского языка иностранцами? Или все, все очень непросто? Знаете, наш язык вообще устроен непросто для иностранцев. Во-первых, зависит, о каких иностранцах мы говорим. То есть это зависит от страны еще, да, от происхождения. Да, от того, какой язык для них является базовым, от того, какой у них язык-посредник, так называемый. Например, какие-то иностранцы, кроме родного языка, владеют английским, какие-то французским. И преподаватель русского как иностранного, он может иногда переходить на какой-то язык-посредник и что-то пояснять. У меня, например, есть такой очень своеобразный опыт преподавания китайским студентам латинского языка. Представьте, да, китайские студенты, приехавшие изучать русский, по программе Филфака изучают латинский язык. Латынь. Латынь, да. Вот это, конечно, сложно, но я время от времени, говоря о латыни, привожу какие-то слова, например, из английского, потому что английский они все равно тоже знают. И вот говорю, вот, например, общие корни в русском, латыни, в английском. То есть лексика такого интернационального плана. Основной это смысл изучения латыни, то есть все-таки показать основу, все-таки на нем же базируются многие другие языки. Да, как устроена грамматика, да. То есть латынь вообще полезна и русским студентам, и китайским. Это язык с такой великолепной совершенно грамматикой. И на примере этой грамматики мы просто смотрим, как она устроена, как работают падежи, как работают глагольные формы. И пусть латынь, это давно мертвый язык, но он, по-моему, сам живой, потому что его постоянно используют люди разных специальностей для разных целей. Напоминаем, что мы говорим о проекте «Русский онлайн». Это проект Вятского государственного университета при поддержке гранта Миноборнауки. Все время Минобороннауки хочется сказать. Естественное образование науки, я советую расшифровывать. Российской Федерации. И с нами здесь в студии Людмила Калинина, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения в ВЭДГУ. Вот вернемся к нашему сайту «Русский онлайн», на который мы все время ссылаемся. Этот сайт сопровождает проект, и это, собственно, будет рабочий инструмент в будущем. Здесь будут собраны все материалы, которые отрабатываются в процессе реализации проекта. Он доступен, открыт. Можно посмотреть все, что проходит в рамках проекта на этом сайте, и он будет еще пополняться. Понятно, что этим сайтом могут пользоваться специалисты, как высшие школы, так и средние школы. Но этим сайтом, прежде всего, наверное, будет пользоваться молодежь. И я вижу, что на этом сайте есть раздел «Проверь свою грамотность». Я все время боюсь, понимаешь, вот этого. Я не ходила никогда на тотальный диктант и так далее. Потому что мне кажется, как только я закончила и получила свою медаль в школе, поняла, что в институте не проверяют записи с грамотностью, все сразу стало плохо. Сервер проверки грамотности еще не заработал, но заработает. И вот хотелось бы как раз об этой грамотности современной молодежи пару слов сказать. Вы как раз специализируетесь на этой тематике. Так, ну, опять-таки, начнем с того, что мы будем понимать под грамотностью. Грамотность может быть чисто нормативная, то есть орфографическая, пунктуационная, связанная с правильным употреблением в речи каких-то грамматических форм и конструкций. А может быть, грамотность коммуникативная. Конечно, надо владеть тем и другим видом грамотности и в такой вот гармоничной пропорции их у себя развивать. Я бы сказала, что грамотный человек – это не обязательно тот, который безошибочно пишет или исключительно правильно ставит ударение. Это, конечно, он молодец, это надо всячески приветствовать. Но гораздо важнее, чтобы с этим человеком было комфортно общаться, чтобы он умел строить свое общение с собеседником в любой ситуации. Если ты грамотный, это не значит, что ты должен проявлять снобизм по отношению к менее грамотному собеседнику, постоянно следить за его речью, исправлять. То есть это такая учительская функция. И если человек не учитель во время исполнения своих служебных обязанностей, то в остальное время надо вести себя как-то спокойнее в этом отношении. Ну, подсказывать в доброй, вежливой форме можно. Да, в доброй, вежливой можно намекать. То есть не то, что совершенно смотреть сквозь пальцы. Я вот супруги, например, свои часто повторяю. Не ложить, а класть все-таки. У меня тоже есть хороший пример. У меня сейчас как раз дочка общается с моим добрым знакомым и другом из Канады. И вот это пятый класс вятской гуманитарной гимназии. Она сказала, нет, я не буду писать по-русски, хоть и Google работает прекрасно, переводчик там, да, или какой-то другой переводчик. Буду писать по-английски. Она вот упорно сидела и писала очень простые предложения. И потом была под большим впечатлением. Я говорила, ты посмотри, мама, какой дядя Макс, как он хорошо владеет речью, какой он вежливый. Он говорит, не устал от моих простых там фраз, а просто у моего друга замечательное образование. Он тоже получил филологическое и литературное образование. И он понимает, как нужно общаться с теми, кто менее владеет языком. Да, ну вот это хороший пример вот именно грамотного в широком смысле человека, который следит не только за чужими ошибками, а вообще за тем, чтобы общение продолжалось, развивалось и было полезным. А если человека постоянно тыкать носом его ошибки, он рано или поздно огорчится и перестанет с вами общаться. Ну и, собственно говоря, это, кстати говоря, такая вот эта красная нить, которая проходит сквозь весь проект. Это самое важное, правда, чтобы становилось общение и понимание. Да, именно общение, свободное общение такое вот, незакрепощенное какими-то вот. Так что же насчет нашей молодежи? Их речь сейчас какова? Знаете, молодежь разная, да? Я на все вопросы отвечаю с того, что давайте будем что-то различать. Так вот, и молодежь тоже у нас разная. Среди наших молодых людей есть и победители Всероссийских Олимпиад, яркие поэты и писатели, умные интеллигентные люди. А есть, конечно, те, кто по причине общей неразвитости не может связать и двух слов и разговаривает преимущественно на примитивном языке, на жаргоне или даже на мате. И вот о какой молодежи мы будем говорить? Наверное, о тех, у кого есть проблемы. В общем и целом. Ну вот я и как специалист, и как просто человек, и как мама считаю, что всякая культура и грамотность, она идет прежде всего из семьи. И чтобы молодой человек вырос таким коммуникативно грамотным, с ним необходимо с детства много читать, обсуждать прочитанное, ходить в театры, на выставки, постоянно разговаривать и сообщать ему что-то новое. Притом не только поучать его, но и самому учиться, его взгляду на мир, к каким-то вопросам его. И вот если будет такая атмосфера постоянного любопытства, любознательности к этому миру, это будет способствовать расширению словарного запаса, культурных представлений. И такой развитый человек, он просто не сможет говорить на примитивном языке, потому что примитивный язык отражает примитивное мышление. Вы знаете, буквально у меня месяц назад в руках оказалась книжка, которую я не читала никогда. Возможно, ты читала «Заводной апельсин». Да, классика. «Заводной апельсин» Энтони Бёрджеса, по которому был снят фильм Стейнли Кубриком, культовый фильм, четыре номинации на премию «Оскар». А там я прямо сейчас, я только начала читать, мне было трудно прорваться через эту речь. Да, там своеобразный язык очень. Я вам процитирую, да. Это размышления о сущности человеческой агрессии на примере подростков. В общем, там подростки. Главный герой такой Алекс есть там. Он любит музыку Бетховена и одновременно возглавляет шайку ребят, которые готовы заширяться чем-то и тут же пойти уничтожить какого-то человека, вытрясти его карманы. То есть супер-ультра-агрессия. Так вот, что с ним дальше происходит? Из него делают робота, практически подавляют его волю и прочее. Но вот вся эта агрессия, она напрямую связана с… Или язык, которым они владеют, напрямую связан с их образом жизни вот таким агрессивным. Там автор Энтони Бёрджес, он вымышленный язык представляет в книге. В этом языке смесь русского и английского представляешь. И еще там сленг «кокни» такой. Это да, в переводе на русский так передают, что что-то по-русски, а что-то английский. Я тебе просто рекомендую, с первых строчек, когда начинаешь ты читать, даже не сам сюжет, а вот речь этих подростков, она начинает тебя сначала ошарашивать, и ты понимаешь, что сразу в ней заложена искореженность, неправильность, вот эта самая агрессия и уродство. Вот сам стиль языка, сама его форма, вот о чем мы говорим сейчас. Почему бранная, жаргонная лексика, если она постоянно присутствует в каждом предложении по несколько раз, это должно обязательно насторожить. Да, это одно из проявлений речевой агрессии. И такую речь не только производить нехорошо, но и слушать ее нехорошо. Сейчас это называется неэкологичное общение. Говорят об экологии окружающей среды, других сфер жизни. Сейчас появилось и понятие экология языка, экология речи, экология общения. Это очень широкое понятие, но, безусловно, бранная лексика никак не способствует экологичности общения. Она на нас воздействует плохо, она нас оскорбляет и, в общем-то, ранит не только на таком психологическом уровне, но и, может быть, даже на физическом. Людмила Викторовна, а вот в этом смысле что больше влияет на ребят? Вот если в семье все неблагополучно, из семьи он не может вынести хорошее, доброе, что здесь сильнее влияет на подростков? Школа, там может быть замечательный учитель, СМИ, телевизор, интернет? Что? Влияет все вместе. И, конечно, и семья. Я все-таки считаю, что на первом месте это семья, это то, где ребенок больше всего проводит времени, куда он приходит, и из школы, и с улицы. И СМИ влияют. В зависимости от того, что он смотрит, что слушает, наверное, такую информацию будет впитывать, на какие сайты заходят в интернете, на какие паблики подписан в социальной сети. На ваш взгляд, как специалиста у нас сейчас телевизор, как вообще русский язык представляет? По-разному. Зависит и от канала, и от передачи, и от тематики. Но в целом я поддерживаю, наверное, коллег, которые говорят, что сейчас, к сожалению, СМИ не могут служить образцом эталонной речи. Слишком часто допускаются ошибки, причем не только нормативные, но и вот о чем мы говорили, коммуникативные. Та же речевая агрессия в различных ток-шоу представлена очень разнообразно, и такое поведение нельзя брать за основу. Вот есть, конечно, передачи. Ведущая, телеведущая сейчас далеко не пример, не образец для подражения. Многие, к сожалению, не образец. Раньше же, помнишь, уже был специально даже словарь для работников, для дикторов радио. Сейчас тоже есть такие словари, да. Не в словаре дело, да. Вспомнила вот эти ток-шоу вечерние, это просто кошмар. Он как только начинается, у меня сразу же, вот меня поколачивает просто. А родители мне спокойно смотрят, вы знаете, причем образованные телеведущие люди. Может быть, у них уже иммунитет, они посмотрят и забудут. Возможно. У нас остается буквально пару минут, но есть очень интересный вопрос. Я знаю, что вы занимаетесь лингвистической интерпретацией образа человека. Что это такое? Пару слов. Но и про Киров хотелось бы спросить. У нас есть такие личности публичные, которых можно в образец привести? Так, ну, интерпретация образа человека – это такое направление нашей работы. В общем, суть в том, что лингвист по тексту, который создает человек, может многое об этом человеке сказать. Будь то реальная личность или, например, образ какого-то литературного персонажа. Или собирательный портрет представителей какой-то группы общества. У нас есть свои методики, что мы смотрим на употребление лексики, на употребление частей речи, на предпочитаемые какие-то предложения, ключевые слова и так далее. И вот это все дает нам значимую информацию для характеристики образа этого человека. А что это может быть такое написанное человеком? Что угодно, письмо, записка, докладное, заявление. Мне сразу захотелось, чтобы мы сели и проанализировали с Людмилой Викторовной наших депутатов, чиновников. Да, кстати, вы этим занимались. У нас есть такой опыт. У нашей кафедры есть такой опыт, конечно, не всех депутатов, чиновников. А вот сейчас у вас был кадровый какой-то конкурс, резерв по заказу правительства там учитывался? Не знаю, но в 2012 году у нас вышла коллективная монография интерпретации образа человека. Сейчас по памяти точно не скажу, но это был, значит, собирательный портрет публичных людей города Кирова. И как он выглядел? Ну, он выглядел в целом неплохо, хотя мы отметили, конечно, и какие-то недочеты в речи публичных людей. Ну, там было несколько разделов, вот где мы проанализировали речь наших руководителей нашего города и области достаточно подробно. Ну, и вот конкретно я, например, составляла вот такие, описывала речевые портреты тогдашнего губернатора Никиты Юрьевича Белых. Он читал? Я точно не знаю, но мы передавали бы в администрацию области нашу книгу, потому что она была издана частично при поддержке администрации области. Я думаю, они полистали вот там. Слушайте, захотелось очень тоже подержать эту книгу. Да, мы тоже хотим такой экземпляр. Ну, как подержать? Мы вам подарим, да, заходите на кафедру или кто-нибудь принесет. Это очень интересно. Да, поэтому... Мне кажется, основная беда наших публичных людей, да и, наверное, каждого человека, слова-паразиты. Володя, Володя, да. Есть такое, да. У нас, коллеги, у нас закончилось время нашей программы, мы вышли на очень интересную тему. Ну, просто замечательно. Мне кажется, имеет смысл прям посвятить отдельную программу вот этой теме, разбору публичных речей наших VIP-персон, так называемых, да. И после того, как мы получим книгу и прочтём с Володей, мы вас приглашаем, Людмила Викторовна, ещё раз в студию, и мы прям вот пройдёмся и разберём. Мы возьмём аудиозапись речи какого-то известного человека и прям вот разберём. Мне кажется, это будет потрясающий опыт и интересно будет нашим слушателям. Спасибо. Мы говорили здесь и продолжаем говорить о проекте «Русский онлайн», проекте Вятского государственного университета. У нас будет ещё одна программа до конца этого года. А в следующем году мы с Людмилой Калининой, доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка, культуры, речи, методики обучения в ВятГУ, встретимся и разберём речи наших политиков и высокопоставленных чиновников. Будет интересно. Спасибо большое. На этом завершаем нашу беседу. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.